Дорогие друзья, рад всех приветствовать в эфире канала «Фейгинлайф». Сегодня суббота, 5 ноября, время 22 часа в Киеве и 23 часа в Москве. Я приветствую всех зрителей, мы проводим очередной стрим «День 255-й» с Алексеем Арисовичем. Алексей, привет, как у тебя там? Добрый вечер. Все хорошо. Слава Богу, слава Богу. Ну, что же, тогда мы приступим сразу к нашему эфиру. Как обычно, я напомню, чтобы вы, все наши зрители, подписывались на канал «Фейгинлайф», обязательно на канал Алексея Арисовича в описании к этому видео вы можете найти по имени Алексея Арисовича ссылку и подписаться на канал нашего доброго товарища Алексея Арисовича. Ну, что же, тогда карту и посмотрим, что происходит. Расскажи нам, пожалуйста, хоть и суббота, но, видимо, новости есть. Ничего. То есть, расскажи нам, это ничего. Господи, дай сил. Значит, внимание. На Сватовском направлении ВСУ контролирует дорогу Р-66, она же, или П-66, господи, прости меня, от Сватова до Кременова. Значит, она под анимым контролем, и противник пытался сбить нашего войска, оттуда лишить нас огневого контроля, ему это не удалось. Точно так же ему не удается прорваться на Солидарии, куда он принес основное усилие, после того, как его отпинали от Бахмута. Перед этим Кременная не удалось. Милогоров, как ее там, сейчас неважно, я сильно уставший, не удалось. Значит, успеха не имели. То же самое. Значит, Ардеевка без успеха, Марьяка без успеха, район Павловка. И это при том, что там сильно мобилизованы. Там сильно стараются, да оно не получается. Значит, ну и самое главное, на что они возлагали очень большие надежды, это Павловка Углидар без успеха. Не просто без успеха, они там получили люлей и понесли очень большие потери. Поэтому, как бы, такая история. Обычно так и бывает. Один-два дня они гордо наступают, публикуют шумы. Ужум и хохлов, так в песках было. Потом подскакивает наша артиллерия, срезервами, и все становится на свои места. Ну, кто становится, а кто ложится на свои места, как положено им. То же самое произошло и там. Короче, везде успеха не имели. Херсонская. На Херсон, да? Мы бахаем, да, они умирают. Просто понятно, легко. Но линия фронта не двигается нигде вот так. Она немножко двигается там на тактическом уровне. Туда-сюда. 200 метров туда, 500 туда. Ну, вот смотри. Сегодня у нас уже 5 ноября. То есть, где-то точно недели три гарантированно. Может, точно 100%. Мобилизованные присутствуют в качестве... Они больше присутствуют и присутствуют. Значит, по мобилизации. Сегодня более-менее подогнали точные цифры. Цифры выглядят так. Значит, не 300 тысяч мобилизовали, а 238. Значит, из них... Дальше они не могут это делать. По одной... О, ну, карту подсунули добрые люди. По той простой причине, что военкоматы не справляются с емкостью. Дело в том, что у этих этих совпала мобилизация одновременно с проведением осеннего призыва. И они просто не вытягивают систему мобилизации. То есть, организационное проведение хочется... Да, тупо не вытягивает. Ну, не хватает, опять же, еды, воды, одежды, боеприпасов, вооружения, военной техники. Но не суть важна. Суть в том, что они не справляются с этой мобилизацией. Две остальные волны, которые были запланированы... Это страшный миллион, который они планировали собрать. У них не получится. Они могут это сделать только в одном варианте. Всех поубивали предыдущих. Они собрали все вооружение, всю одежду, одели на новых, снова их убили. И так вот. Тогда миллион получится, а так не получится. То есть, и эта попытка у них провалилась. Накачать под видом 300 тысяч миллион, они не смогли собрать даже 300. Существенным фактором мобилизации стратегическим не станет. Увы. Они так старались, так хотели. Значит, из этих чудесных людей примерно... Точная цифра, насколько я помню сейчас, на территории Украины... Сейчас даже посмотрю, где-то записывался. А ну, идите сюда, точная цифра, уйди. Точная цифра, все, да. Значит, да. Значит, да, из этих забавных 238 тысяч только 43% в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению. Остальные сидят по спортзалам, школам и так далее. Вообще без дела бухают. Три бунта было крупных. Крайний был в Казани. 2000 мы продавались. Прогнали пинками командира полка. Ну, вот кадры попали в интернет. Значит, в Украине находится порядка сейчас измобилизованных... Ну, там разбросы все-таки данных, да, я вижу. Одни говорят, что... Ну, средняя цифра около 60 тысяч. Некоторые говорят почти под 100, некоторые говорят 85, но средняя сейчас после... Я, говорит, называл под 100. Там три эфира. Ну, погоди, а они под 100 именно на передовой или это вместе с тылами? Вообще на театре. Включая Белгородскую область, Беларусь и так далее. На театре в украинской войне. Значит, если интересует непосредственно территорию Украины, наверное, я думаю, разумно будет после всех переуточнений, я думаю, тысяч, наверное, 50. 50 и 65. Это и Керцом, это и свартово-кременная вот здесь. Барк, даже я договорю. 65, это такая более... Есть оценки и такие, а есть оценки 85 на театре в целом. Эти данные разнятся, потому что пока непонятно, в какие категории заносить, например, там, организованных ЗК. Или в какие категории заносить так называемых добровольцев, которые якобы образовались по ходу этой мобилизации. На самом деле они представляют собой военнослужащих, преимущественно, которым продлили контракт, ну, не дают разрывать. Или там срочников, которые заставили быть контрактниками в рамках мобилизации, там, подписать очередные договоры. Их немного, но такие категории тоже есть. В общем, осторожные цифры 50, такие более 85 на театре. Нас смотрят 208 тысяч человек, 44 тысячи поставили лайки. У меня просьба большая. У нас действительно с переходом на зимнее время сложнее смотреть в прямом эфире зрителям из России. Это как бы для них большой труд. Но сегодня суббота, и мы хотим проверить, насколько они решительно готовы присоединиться к нашему эфиру. От вас зависит, узнают ли они о том, что эфир идёт прямо сейчас. Ссылки на него размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Те, кто смотрят нас из России, нас из России смотрят. Пожалуйста, посылайте по мессенджерам любыми другими способами. Это помогает в нашей работе. Мы 7 минут в эфире, мы продолжим. Но вот смотри. Это то, что касается ситуации в целом. На фронтах вообще всё, что происходит. Вопрос следующий. Иран заявил о том, что они, оказывается, всё-таки поставляли дроны. Правда, до этого говорили, что не поставляют дроны. Понятно, риторически ссылаясь, мы сейчас ничего не поставляли с начала войны. Сейчас они заявили о том, что поставляли до войны, за несколько месяцев. До начала боевых 10, до 24 февраля. Ну, я тоже это комментировал уже много где, но, на твой взгляд, к чему эта игра? Ну, то есть, почему они сейчас уже признают, что... Это никакая не игра. Это гнев, отрицание, торг. Третья статья – торг. Ну, вот расскажи всё нам. Ты же спец. Так, а что же я спец? Это вы наговаривайте на меня, а я потом вытаждуем всякие идеи ещё рассказывать. Дело в том, что сумма доказательств накоплена. И Израиль, в лице президента своего Хаима Герцога, и в результате Соединённые Штаты, и европейские разведки все дружно доложили своему политическому руководству, а некоторые заявили даже с трибун больших, что Иран таки поставляет эти самые дроны. На нас, над Украиной летают иранские дроны. Они падают на украинские города, на мирные жители, пытаются падать на военных, у них не получается и так далее. Мы сбиваем иранские дроны. Накоплено такое количество материальной базы, и, конечно же, основные данные предоставляет Украина, просто показывая обломки, что отрицать это невозможно. Значит, надо как-то признать, под давлением обстоятельств надо признавать. Вот эта залихватская попытка вызвать нас на комиссию совместно, давайте проведём исследование. Она же как бы провалилась. И никто с ними ни на какое исследование на комиссию не пошёл, мы просто показали доказательную базу материальную. И тоже как-то признаваться. Но признаваться, что во время конфликта поставляют иранжиформально нейтральная страна. То есть, он разрушил принцип своего нейтралитета. Потому, что Швейцария не даёт нам, например, снаряда гепардам, которые нам так нужны. Они говорят, до конца конфликта поставлять не будем, потому что это нарушает наш давний принцип нейтралитета. Она придерживается нейтралитета, как бы нам не было это болезненно. А вот Иран нарушил принцип нейтралитета и не может считаться нейтральным государством. Это означает смену международного статуса. Конечно, никто в него не верит, потому что Иран – это государство, которое ведёт три войны одновременно сейчас и давно. Йемен, Сирия, Ирак. Но если пока посмотрите, куда они ещё суются, то включают украинцев, специалисты здесь присутствуют, наводят, управляют этими нейтралитетами. Погибла часть из них. То от этого нейтралитета, в принципе, ничего не остаётся. Но формально, формально они жили в режиме «их там нет, нас там нет». И мы вот-вот сейчас и прямо медленно ни в чём не участвуем и даже готовы создать международную комиссию. Но выяснилось, что нет. Теперь могут последовать последствия, меры, санкции. И кто его знает, что там изобретёт ещё изобретательный запада, а в преддверии или в ходе, пусть сейчас приостановленной, но бесконечно моторга за иранскую ядерную сделку, она может повернуть совсем не туда. И те их союзники в Европе, которые были, которые хотели покупать иранскую нефть и газ, объясняя всем, какой Иран билый и пушистый, аятоллы точнее, они опять теряют свои позиции. Та же история, что с Путином. Были люди, которые готовы были за него заступиться с европейских трибун, в том числе трибун парламента. Но он последовательно своими действиями лишает их такой возможности. Абсолютно в людоедах не могут поддерживать даже люди, которые лет 20 просидели на его коррупционной кормушке. Или просто искренне считают, что... Или искренне считают, что Путин хороший. Уже невозможно. Поэтому Иран попал в такое же положение. Оно им очевидным образом не нравится. Они чуть гибче, чуть умнее кремлёвских ребят. Но ты же не будешь отпираться. Вот тебе показывают иранский дрон. На него можно трижды написать герань. Всё что угодно. Всё равно он иранский. И это всем известно. Поэтому и доказано. Начали отпетливать. Потом выяснится... Сейчас они заявят следующее что-то типа... А мы не давали россиянам право применять оружие на территорию Украины. Это они сами. Обстоятельства изучаются. Мы давали немалое количество для копирования, они скажут. Или для борьбы с международным терроризмом. Вот, например, в той же Сирии. Кто же знал, что они будут использовать в Украине? Ну, ай-яй-яй. Мы невиноваты. А они сами пришли. Ну, смотри. Но это в контексте того, что и тот же Израиль, и Саудовская Аравия, и Соединённые Штаты... Ну, в общем, расточают в адрес Ирана угрозы, и контекст их такой, что... А что дала Россия взамен за эти дроны и так далее? Не ядерная ли эта программа? Уже СНН сегодня об этом заявил. Дальше в международной дипломатии пошёл некто Михаил Подоляк. Так, и что? И что Михаил... Сказал, давайте за***им по Ирану. Да, сегодня я видел, да, уже его цитируют, что он, значит, советник, сказал, что давайте за***им. Тут вот Миша начал позволять себе чудовищные вещи, которых даже я себе не позволяю. А, то есть, он стал арестовичем? Придётся мне позволять вещи ещё более крутые, чем... Ну, а как ты видишь удар по Ирану с чьей стороны? Давайте, давайте. Я даже так не могу сочить, мне надо подумать. Прежде чем что-то выдать ещё более ужасное. Он распоясался в своём кабинете окончательно. Михаил Михайлович, если вы меня сейчас слышите, то я ставлю вам на вид. Что это такое? Что это за заявление? Удар по Ирану? Это в интересах всех этих самих. Он сегодня вообще чудовищные вещи сказал. Он опять сказал, что... Ну, правда, тут он глубоко прав. Он сказал, что лучшее средство переговоров с Российской Федерацией, когда в очередной раз спросили, это, говорят, наши войска выходят на границу. Девяностое первого года. Дальше в действие вступают Химарс и другие средства от калибра сто пятьдесят пять и выше. Просто распоясался. Не знаю, то ли это коридор затмений, то ли Михаил наконец-то обрёл себя. Тебе лучше знать, что ты думаешь. Я обрёл себя некоторое время назад. А с тех пор я становлюсь всё более спокойным, лагерным, выдержанным и так далее. А Миша... Я так понимаю, эти процессы волнами и меня что-то такое ожидает. В момент коридор затмений. Я всем стараюсь говорить выдержанную, объективную информацию. Никого не обижать. Защищать интересы Украины изо всех сил, чтобы ни одного кривого слова, чтобы мы все были дипломатами. И вроде как процесс наладовался, выходит Михаил Михайлович и вот такой ляпает. Как я в лучших традициях полуторадагодичной давности. Ну что это такое? Ну вот как это? Хорошо. Депресситируем. И говорим, что он призывает ударить по иранским... Не по ирану, но по иранским заводам. Напоминаю, в Иране идёт революция. Народ сопротивляется. 27 детей убиты снайперами во время демонстрации. Там всё жёстче закручивается ситуация. Я так понимаю, народ решительно настроен скинуть режим Айтол. Абсолютно людоедский. Устраивающий внутреннюю бучу раз за разом. Третьи протесты за пять лет, которые хотят подавить. Очень медленно разгораются, но зато очень надёжно. Гасить не удаётся. Может быть, там произойдёт демократическая революция. Наконец-то закончим своим делом. В принципе. Интересно. Я надеюсь. Ну что, у нас 280 тысяч смотрят. Мы только 14 минут в эфире. Вот смотри. Одна и три тысячи терминалов глобальной спутниковой системы Старлинг проекта SpaceX были отключены в Украине 24-го года. Из-за нехватки финансирования сообщили источники CNN. Всего в стране, как сообщил ранее владелец SpaceX Илон Маск, находится около 25 тысяч терминалов. Ну, то есть, 25, отключено 1,3. Как только что-то такое случается, у меня телефон взрывается буквально. Ну, меня заливает тоже. Все знакомые, военные, невоенные, гиганты, значит, писать, отключили, надо немедленно что-то делать и так далее, и так далее. Давай я расскажу. Вот, стори-тейлинг. Значит, гуляю я по... Ну, как гуляю? Иду. Мимо своего дома. Подходит ко мне миловидная дама, гуляющая с собакой. Говорит, Алексей, есть проблема, которую решить может только Офис Президента. Я говорю, я весь внимание и решительно готов решать проблемы, потому что наша святая обязанность решать проблемы наших граждан. Она говорит, у моего брата грибок. Сейчас в армии, на ноге. Ты, по-моему, уже нам говорил про эту историю. Нет, я хочу еще раз это сказать. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это на теме Старлинга. Я говорю... И она говорит, вы должны немедленно отложить все дела и победить этот самый грибок. Дальше вы знаете. Я сказал, что во взводе есть сам инструктор, в роте есть фельдшер, в батальоне целый медицинский пункт и так далее. И мазь они обязательно выдадут. Это я к чему? Если про грибок меня за пуговицы ловят, тормозят и долго объясняют, можешь представить, что бы было, если бы отключили Старлинг? Ну, да. Телефона бы не было. Он бы взорвался, разлетелся на гонке деталей. Ни одного сообщения. Может, где-то в параллельной вселенной у источников все, наверное, отключили Старлинг. Я лично про это ничего не знаю. Я вполне готов допустить, что это единственная, о чем проблема, о которой мне не сообщили. И где-то там их действительно отключили. Но обычно я знаю, например, такая проблема. У меня ложка погнулась. Пишет вам солдат из-под Херсонщины. У меня погнулась ложка. Алексей, вы должны немедленно принять меры. Или, например, у меня корова не дуется. Пишет вам фермер из Ровно. И говорит, офис президента должен немедленно принять меры. Я представляю, что бы было, если бы действительно отключили Старлинг. Поэтому мне не очень... То есть, ты считаешь, что ничего... Что-то с источником. Может, и отключили. Просто оно прошло мимо меня. Я тебе скажу, слава богу, наконец-то хоть что-то прошло мимо меня. 70 сообщений в минуту, которые я получаю 9 месяц подряд. Как бы, да. Они обычно... Они обо всем обычно. Куры не телятся. Корова дедуется. Бурштин не выкапывается. Изобрели новый беспилотник. А офис президента не хочет все бросить. Да, да, да. Это мощно было. Это прям мощно. Прямо... Или сами они на нем летают. А гениальные способы поражения, разгрома России в считанные 3 дня я получил... Ну, это святое. 15 раз в минуту. Все знают, как победить. Путина немедленно сейчас. А вы, дураки, только тянете. Я думаю, вы немедленно должны меня выслушать. Я просто реально представляю, что бы было, если бы включили 1200. Это где-то какая? Это 2300. Сенен сообщил? 20-я часть Старлингов. Да, ну, это каждый 20-й Старлинг. Все. Просьбы достать Старлинги я получаю регулярно. Но отключаешь. Мне, чтобы мне не сообщили про отключенный Старлинг. Я знаю, например, что в каком батальоне, к какому трофейному миномету не подошел какой прицел. Вот это я знаю. А вот про Старлинг и что-то как-то никак. Поэтому я могу. У меня есть друзья среди журналистов CNN добрые. Я их напрямую спрошу, откуда у вас такая информация. Из чего вы взяли, что вы отключили. Может, и отключили. Я специально народ провоцирую. Если сейчас отключили, они нам действительно доложат. И в понедельник я скажу, так и да. Где-то там отключили. Но пока что-то нет нового сообщения. Обычно пишут прямо сразу. Да, Алексей, отключили. Вы не в курсе. Вы не живете, не чуя под собой страны. Вы опять врете, Алексей. Вы предсочиняете, вы украшаете действительность. А на самом деле Старлинг действительно кручил. Но пока нет таких сообщений. Хорошо, ладно. Это мы подождем, когда система получит развитие. Или не получит. США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христио Фриланд. С украинскими корнями узнала в The New York Times полномочия из Столтенберга истекать осенью 23-го года. То есть, год еще остается, но тем не менее. То есть, он на пражский форум, который должен саммит, точнее, НАТО, на твой взгляд, еще пройдет. Вильнюсский должен быть в июле еще. А, в Вильнюсский. Вильнюсский, извиняюсь. Я думаю, более серьезное решение будет приниматься. В том числе по Украине. Ну, и в отношении Христио Фриланд, если есть шанс, он тоже будет приниматься в Вильнюсе, как я понимаю, решение. Не знаю, но всегда приятно, когда такую серьезную организацию, которую мы стремимся из всех сил, возлагает этническая Украинка. Это же наша. А ты считаешь, это может же помочь решающим образом или нет? Ну, а что нет? Всегда хорошо. Нужно поговорить. Христио сказать. Будь ласка, дай нам что-то больше, чем 50 тонн. Палывая, какие бы нам надалы против всего конфликта. Ваш цей потужный и поважный военно-балитический блок. Надо национальный. Ну, она может, например, выделить 65 тонн вместо 50. А это существенный прирост на треть боеготовности украинских вооруженных. Что-то пишет, Марк. Сейчас узнаем про Старлинг. Ну, давай. Сообщином я... По Старлингам пишу. Кстати, народ реагирует. Отключат, которые не поняли. Поэтому надо... А, ну, это читать нельзя. В общем... Часть отрубили, да. Это правда. То есть, это правда? Это правда. Вижу. Я же говорю... Отрубили. Отрубили. Спроси там. За денежки или без денежек? Из-за чего? Нет. Там другая система. Я не буду называть. Потому, что по-другому принципу их отключали. Но, как бы, все нормально. Те, которые надо, те работают. Не из-за денежек. То есть, их отключили, но не из-за денежек. И правильно... Не из-за денежек. Теперь работают только правильные Старлингки. А неправильные Старлингки не работают. Неправильные Старлингки? Это что, пиратские какие-то? Ну... Ага. Ну, надо же. Всюду жить как... Одна из главных чарт украинской нации – это чрезвычайная креативность. За что мы себя и любим. Ужасно. Не откажем. Всем советую. Так, вот, очень интересно, что по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны США, пожелавшего остаться не названным, но это американский источник, от СКВА на сегодняшний день не удалось учить ни одну из пусковых установок Хаймерс, поставленные Украиной. Ничего. Политика. Я тоже, Марки, обожаю быть таким чиновником, на самом деле. Вот когда ты читаешь про Украину, примерно каждое второе или третье сообщение высокопоставленного неназванного чиновника – это я. Да. Да. Вот. Но они не понимают, что я с них прикалываюсь и говорю всякие разные смешные вещи. Вот как тебе сейчас. А они пишут – это высокопоставленный украинский чиновник сообщил. Потому что если речь идет серьезная, то это подоляк. Ну, да. Когда что-нибудь серьезное государственное с целью интереса, то это подоляк. А если что-нибудь глупое и патрулить, то это я. И вот мы эти два высокопоставленных неназванного чиновника. Иногда это Серега Лещенко, когда уже совсем там пришел. То есть, Серега высокопоставленный неназванный чиновник. Я подозреваю, что в Америке примерно то же самое. Ну, вот смотри. Они же… Вот тоже удивительное дело. Нас в чем только не обвиняли за эти почти скоро 9 месяцев в недостоверности. Далее Коношенков убивает по Химарсу каждое свое выступление. Правда, он сейчас как-то пообомнул. Нас с тобой в недостоверности обвинили. Да, нас постоянно. А ну-ка, кто-нибудь за 9 месяцев найдите хоть одну недостоверность. Ну, сейчас про 2-3 недели. Сейчас тебя опять начнут решать. 2-3 недели – это не сообщение. Ну, конечно. Это прогноз. Прогноз. Это раз про вещи. Правильно? А сообщение вот так, чтобы фактически мы сказали неправду. А ну, найдите за 9 месяцев. Такого не было. Так вот, безграмотность, бестолковщина. Нет, ну, Коношенков заявлял, что там 2, тут 5, тут 100. Коношенков заявлял формальную ложь. Он говорил, что вот уничтожен. Найдите хоть у нас хоть одну ложь. Хоть одну. Да никто что-то этим не озабочен. Это же эмоциональные отношения, а не содержательные. Правильно. Потому, что что? Иногда это хорошо спонсируемо, это эмоциональные отношения. Ну, все это бесспорно. Ну, большинство людей, конечно, от чистого сердца не поспоришь, Мартур. Чисто искренне ненавидят. И даже не то, что... Не то, что... Я знаю людей, которые не то, что ненавидят. Они еще готовы... И не берут за это деньги от сердца. Они еще готовы заплатить. Ну, заплатить святое. Больше побыть в этом священном состоянии. Я так их понимаю. Я так их сочувствую. Я работаю ради них. Я люблю вас. Хиттеры – это теневая свита, Марк. У нас с тобой хорошая свита, большая. Ну, вот смотри, смотри, смотри. Я просто хотел еще раз к этому теме Хаймерсов вернуться. Потому, что все-таки они неуязвимы. Все-таки они настолько неуязвимы, потому, что они стреляют на достаточное расстояние, которое поразить обратную эту цель Хаймерса, установку, нельзя. Почему они не поражаемы? Вот давай разберемся с этим. Значит, Марк, 991-й год. Тысяча. Помню его, помню. Американцы-то сейчас проводят операцию против Саад Дама Хусейна. Воск Саад Дама Хусейна. И злобный Хусейн ракетами типа «СКАТ», «Эльбрус», экспортный корпус. Этот самый вариант радостно пуляет поезда. И все ожидают, что он пыльнет с химической обыголовкой. Америка поставила патриоты, которые сбивали ракеты. Примерно та же история, что сейчас в Украине. Лучшие мировые спецназы, израильские, французские, арабские, британские, американские, охотятся в районе H, так называемом, это не очень большой район, на востоке Ирака, ближе к Иордании, район, из которого производятся пуски по Израилю. Значит, охотятся авиации, охотятся лучшие мировые спецназы. Это троем, ну что, это горы и пустыня. Там негтя прятают, здоровенные восьмиколесные машины. Как ты думаешь, сколько нашли и сколько уничтожились, когда? Я ответь. Я не очень помню точную цифру, но как бы не ноль. Или что-то около того. Не, по-моему, пять все-таки уничтожили, надо уточнить, но не суть важна. Охота была крайне неудачной. Это в голой степи, где насквозь все просматривается, авиации, все эти спецназы, засады, пятая, десятая. На деле, представь, искать их в Украине. Леса, овраги, буераки, куча всяких капитальных сооружений, от водоочистных до всяких закрытых цехов и так далее. Это нерешаемые практически задачи. А еще, учитывая, что в России нет войск, которые могли бы выйти в район, забазироваться, искать. По идее, это должны делать и спецназы, главного разведывателя управления. Прямая задача охоты за ракетными комплексами. Но спецназы, главного разведывателя, бывшего, а ныне просто главного управления ГШ, давно уже не ходят ни в какие тылы. Может быть, в ближние, выполняя роль тыловой, потому что несет колоссальные потери без всякого толка. Он оказался абсолютно неприменим по основному спектру своих задач. Если они даже выходят за линию, то это в один конец. Эвакуация не предусмотрена. А воевать таким макаром как-то не заладилось у них. Вот и все. Страшно российские беспилотники? Ну, давайте, попробуйте. Что там авиация? Которая авиация тоже не перелетает. 20 километров Ахимарса лупят издалека. Вот и весь ответ. Кто муж Ахимарса? Это колесная база. И очень точная система наведения. Он приехал, пульнул и тут же смотался. Даже если ты его зафиксировал на позиции, поди его найди, куда он поехал. И чем фиксировать? Пардон. Это же целый комплекс мероприятий. Им ищут район, их прикрывают. Чтобы один Ахимарс пульнул, и 600 человек работает на земле, в штабах и так далее. Ложные позиции, обеспечение, охрана. На каждую операцию проводится ложное, отвлекающее. Демонстрационное действие там, вся. Это же целая наука. И поймать их не так просто. Вот их и не ловят. Не, ну, они как бы связывают надежды на то, что мы уменьшим их количество путем того-сего пятого, десятого, двадцатого, тридцатого. Когда уменьшат, мы поговорим. А пока они среди... Мы настолько обнаглели, что это среди белого дня. Первые два месяца мы их использовали только по ночам. А сейчас уже поняли, что тут бояться с этими фабриками особо нечего. И радостно стреляем по днём. Что меня несколько бентежит. Потому, что я всё-таки продолжал бы стрелять по ночам. Ну, раз с днём, значит... Так, 326 тысяч нас сейчас смотрят. Около 100 тысяч поставили лайки. Вот. Напоминаю, напоминаю, что, конечно, нам важно, чтобы вы ссылки на этот канал размещали, ссылки на этот эфир размещали, своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Вот смотри, вдогонку за Шольцем и Си Цзиньпином, которые встретились. Мы это вскользь, но сейчас уже какие-то даже последствия есть. Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия, угроз шантажа с его использованием. Конечно, всё это адресовано было к России. Агентство Синхуа и ряд других об этом сообщили. Встреча проходила на высшем уровне и так далее. И мы видим, какая динамика. Она отрицательная для Москвы абсолютно. В канун самого саммита 20-ки, на котором они все там повстречаются и будут снова, видимо, это всё обсуждать. На твой взгляд, к чему мы приближаемся? Действительно ли Китай может договориться о судьбе Москвы с Соединёнными Штатами, если глобально на это взглянуть? И это может привести к ускорению окончания этой всей так называемой спецоперации? Первое. По поводу ядерного оружия. Я о тебе говорил уже, но повторю ещё раз. Если уже обстановку на фронте каждый день приходится повторять, хотя она не очень меняется, то уже это точно можно повторить. С тех пор, как они начали наносить удары по нашей инфраструктуре, включая там иранские дроны и всякая фермификация, ракетная, это означает, что они отказались от идеи применения ядерного оружия. По крайней мере, на этом этапе. Потому что это вилка была. Или это решение, или это. А вместо одно не работает. В ней вместе не работает. Это абсолютно две разные стратегии на разное направление. Ядерное оружие — это резкая эскалация, перевод в невыправляемую ситуацию, начало войны с НАТО. А инфраструктура — это длинное растягивание в надежде на сработку каких-то факторов, которые они частично пытаются организовать сами. Типа там заморозить Украину, заморозить Европу, договориться в большой двадцатке, договориться с Китаем. А частично просто поджидают победу республиканцев-консерваторов, которые уменьшат помощь Украины. Вот такая логика. Просто растягивают время. Поиск каких-то решений. Более того, даже когда они мобилизацию частично объявили, это значит, угроза применения ядерного оружия упала очень сильно. Потому что это совсем другой сценарий. Поэтому она где-то остаётся призрачная. Сегодня Блинкен сказал, что мы рассматриваем её всерьёз. Толтендер сказал, что рассматриваемся. События статистически маловероятны на таком масштабе, что всерьёз. И ещё раз предупредили о том, что последствия для Путина лично, они сказали, будут катастрофические. Но если кто-то из наблюдателей, те, кто нас слушает, могли подумать, что угроза Западу – это не аргумент, Путин готов сгореть в ядерном пепле, то поверьте мне, угроза со стороны Китая – это очень большой аргумент. А Китай и Индия определились на саммите ШОС и чётко сказали – никакого ядерного оружия в этом конфликте. Забудьте. Юрий Николаевич, забудьте. Помнишь, я рассказывал историю? Я не дорассказал, мне потом объяснил. Ну давай, дорасскажем. Этот мужик на самом деле был чистокровным англичанином. По крайней мере, по-английски он говорил почти. Так же, как по-русски и по-украински. А так же по-чешски, по-польски и так далее. Ну так вот суть в том, что Юрий Николаевич, забудьте. Угроза применения ядерного оружия где-то там. Угроза применения ядерного оружия, а ты где? Вылезая из-под стола. Нет угрозы под столом ядерного оружия. Где-то полпроцента каких-то несчастных и так далее. И сегодня ещё раз им подтвердили. Что такое заявление Шольца и Китая? Это заявление главного системы образующего государства Евросоюза? Совместно с Китаем. Это принципиальный вопрос построения европейско-китайских отношений. Не применение России в этом конфликте ядерного оружия. Потому что они просчитывают совместные сценарии. И эти сценарии крушатся фактом применения ядерного оружия. И люди очень не любят, когда их планы ломаются. Особенно китайцы. Все не любят, но китайцы особенно не любят. Имея миллиард восемьсотное население и своё ядерное оружие, и армию, которая в сто раз сильнее российской, они не любят и не хотят. А Китай последняя Надежда Путина. Куда же он ещё будет продавать там остатки чего-нибудь? Сила Сибири дельную там осталась. С 5-го числа нефтяной эмбарго и тютю приехали. Британцы на что пошли? 5-го декабря. Британцы, да, декабря. Британцы хуже подалека. И этот разнузданный позволяет себе внешнеполитические заявления такого масштаба, за который меня всё время журили раньше. Все, кому не лень. И я прекратил их делать, потому что стал ответственным человеком. Ну, видишь, это болезнь. Она была на мне и перешла к подалеку. Теперь я ответственен, а он безответственное заявление делает. Ну, ладно, полбеды. Британцы заявили чудовищную вещь. Они говорят, мы не будем эту вашу нефть возить и даже страховать вроде как её не собирается. Вот это вот дороже. Потому что никто не повезёт, нефть не застрахована. Не, конечно, идут за компанией, которые там где-то будут страховать, но они же все попадут под вторичные санкции сразу. То есть история печальная. Индусы уже отказываются, уже разорвали контракты. Китай последняя надежда. Да если Китай говорит, ребятки, давайте-ка без ядерного оружия, то это очень много значит, поверили. Ну, во всяком случае, это изменение риторики действительно, я бы сказал. Я же говорю, это они заявили как предмет европейско-китайских отношений. Там спланированы сценарии. Эти сценарии не предусматривают применение ядерного оружия России. И предусматривают очень тяжкие последствия для России. Со стороны не только ЕС, Запада, которые всё ещё кажутся Путину слабыми. Но со стороны вполне себе такого Китая, перед которым он писится каждый раз, когда поднимает на него лоза, как баллонка на тиграх. Поэтому тут нужно... Нет, ну Китай понятно. Китай для Путина, для Кремля это святое. Если не станет Китай, то вообще ничего не останется. Ну, или если Китай придёт выяснить, кто же там применил ядерное оружие, зачем, хотя просили и не применять. Мы имеем кейс, что такое отношение Китая-Россия. От ДКБ войска обведены в Казахстан, стреляют по мирному населению и собираются оставаться надолго. Помните, да? В январе этого года это всё произошло. Как-то раз, и нет. Пришла масленица. Что же так быстро? За 10 дней. За 10 дней одному не справится. Оказывается, Китай просто нахмурил брови. Он даже ногой не топал. Сказал, может, как-то... Вот сейчас Казахстан перестановил по результатам саммита в Самарканде на год перестановил сотрудничество в рамках ОДКБ. Военное. Любое. А что он такой гордый, Казахстан? Потому что казахи, во-первых, сильная нация, я без всякой иронии. Тахтакаев очень толковый лидер. Но это же не могло бы быть, если бы они не были ещё за спиной определённой силы. Как же эта сила называется? Давайте подумаем. Давайте угадаем с трёх раз. Что же это за сила такая? Даже не знаю. Сила такая. Какая-то, в общем, сила есть, которая позволила вот так вот вещи называть своими именами. Помнишь, когда на саммите СНГ он сказал, да, что вы там как хотите, а мы считаем это войной и иного понимания не видим. Ну, в общем, как-то так. Вот смотри, я наслаждаюсь от этих новостей. Власти заявили, что решили проблему с дровами для мобилизованных в Казани. С дровами. Это я читаю БК. Бунт был 2009. Мобилизованное в Казани, пожалуйста, на старые советские автоматы нехватку воды, еды и дров. В училище заявили, что проблема с сырыми дровами, с сырыми, я подчёркиваю, дровами решили. А почему дровами? Почему нет батарей? Все претензии сняты. К мобилизованным, которые устроили протесты за условия содержания в Казанском высшем танковом командам училища. Дрова, представляешь, где находятся-то? Это же не какая-то избушка на курьих ножках. Приезжал заместитель премьер-министра Татарстана, Руслан Нигматуллин, сообщил РБК начальнику училища, генерал-майор Кирилл Кулаков. Как сообщил на канале телеграм-канал «Осторожные новости», мобилизованные, пожалуй, на нехватку еды, воды и дров, на то, что им выдали ржавый, необстрелянный автомат 70-х годов и не обеспечили стирку вещей. Вообще охренеть. По данному каналу, когда один офицер попытался покоить мобилизов, они грозили физической силой ездить правду. И будут исправить. Орги на щековице. Но только по-казански. Это такой третий бунт. Третий уже по счету такой же. Знаешь, что самое обидное? Ну? Что это альмаматор Герасимова. Он выпускник казанского танка. А, да ладно? Вроде да. Казанского танкового? Да, да, да. То есть, это бардак начальника генерального штаба, бардак его альмаматор. Почему дровами? Их, скорее всего, на полигоне держат. Ну, там и видно было по палаткам. А там, значит, все, как положено, буржуйка. Дневальный заснул, по палатке сгорело. А почему их держат? Ну, хорошо, вот ты учился в училище, там далее. А почему их держат, собственно говоря? Почему их казан? А потому что нет жилого фонда. В жилом фонде курсанты живут. Нет жилого фонда. Поэтому запинали на полигоне. Я тебе расскажу. У меня 97-й год. Стрельба на широком лане. БМП-2. Значит, жизнь прекрасна. Мы припираемся туда. Косой снег с дождем. Это конец февраля, начало марта. И, блин, просто тупо все. Дороги развязли. Мы неделю не ели, не спали, не мыли. Но это полбеды. Значит, мы заснули. После ночных стрельб пришли такие в повалку. А спали так. Голая земля, минусовая температура. На него солома, на солому матрасы. Но мы на матрасах, знаете, промокших насквозь. И, конечно же, дневально заснул. И печечка, как всегда, буржучка пропалила, значит, в палатке дыру. Как раз над моим взводом. Но мы настолько были задолбаны, что на нас шел прямой дождь со снегом. Мы не просыпались. Но, о ужас, один решил встать и пойти в туалет. А ты знаешь, да, если в рот 90 человек лежит на одной стороне. Если мы лежим всеми выпуклостями, вогнутыми телами, бушлаты, все эти намокшие и так далее, друг друга. И когда один хочет перевернуться на бок, переворачиваются все 89 остальных. Потому что невозможно. Там настолько узко все. И так плотно упаковано, что ты не можешь перевернуться, как обычно. Отлежав один бок. И так по кругу. И вот один дурак решил встать и пойти в туалет. И всех разбудил. А он оказался моим через одного товарища. Я проснулся тоже и раскрыл сонные вежды. И смотрю и вижу снег, красиво падающий на меня. Медленно летящие снежинки из красиво подсвеченного неба. Трассерами. Потому что кто-то на этих ночных стрельбах стреляет. И так далее, и так далее. И тут я понимаю, что случилось то, против чего мы подписывали все меры безопасности. И инструктировались до слез. Сдневальный наконец-то заснул. И поэтому прогорел. Там две проблемы. Или угарный газ. Потому что часто иногда бывают такие случаи, что вся палатка накрывается. Или значится этот самый. Но он радостно проспал. Два дня мы спали под открытым небом. Чтобы ты понимал, как командование в абсолютно мирных условиях. Со штатными курсантами. Третьего курса. Это самый борзый, самый крутой. И самый всегда продвинутый курс. Потому что четвертый уже думает про судьбу после выпуска. А не потише становится. Третий – это ноги на стол, господа офицеры. Творят, что хотят. И вот мы два дня решали. И наконец-то мы предложили им решение, что есть вышка тактическая. Давайте мы туда перейдем и будем жить в этой вышке тактической. Они два дня совещались, переписывались с командованием училища. И наконец-то приняли командирование решения. Можно первому взводу 14-й роты переехать в вышку тактическую. Три дня они переписывались. Мы уже с полигона были готовы уезжать. Они двухнедельный выход. Они там все переписывались и переписывались. Но это вот так они понимают. Можешь представить себе, как это привычная обстановка. Штатная, довольно штатная ситуация. А что ж такое, когда не штатная ситуация? Когда нагнали мобиков, с которыми никто не знает, что делать. Потому что последняя мобилизация была в 41-м году. Ну да, да, да. В Афганистан еще немножко мобилизировали. Но все равно. Там тоже надо. И прочие-прочие навыки утрачены. Никто ничего не понимает. Бардак – это только то, что выплескивается. И сырые дрова – это еще поверьнее. Чем дольше они будут жить на этих полигонах, тем больше случаев будет. Угорание, сгорание в палатках. Ты видел, как спалил в 22-х лет? В Костроме. Чувак в Костроме, да. Ночной клуб «Полигон», приехав с этого. 13 человек. Что творится на самих полигонах? Таких случаев будет все больше и больше. Они не до какой войны и не доедут. А уже будут куча смертей. Там угорел, там отравился, там замерз, там и прочее. И они будут все больше и больше бунтовать. Ситуация катастрофическая. Возвращаемся к началу нашей ситуации. Люди, которых вооружили и все-таки кинули на войну, но они хоть как-то, но при деле. И там законы военного времени, и там все немножко. Хотя и там они будут бунтовать. И будут свои сложности. Но из них больше 57 процентов, что 43 только задействовали, сидят вот так вот, как казанские товарищи. Дела нет, заняться нечем. Условия абсолютно издевательские, нечеловеческие. И огромные массы мужуков, страшно злых на то, что этот сам, и ничем не занятых, в нечеловеческих условиях гниют и днями, неделями. Что накапливается в течение какого-то месяца, полутора, двух? Дикая ненависть к начальству и полная атрофия всего человеческого, потому что это очень быстро взбивается в стадо, очень быстро на лед цивилизации слетает. Публика начинает себя вести, вот такая вот, как коллективный крокодил, кидаться вообще на все. И учитывая, что они не имеют военной закалки, они понимают, что полигонная жизнь – это часть судьбы, которую они выбрали, это просто люди выдернутые с народного хозяйства, то таких бунтов в каждом днем будет все больше, случаев происшествия все больше. И вот эта частичная мобилизация будет добавлять и добавлять авторитеты. Это Герасиму, Путину и так далее. Вообще, как сказал один умный человек, у нас Кирилл Данильченко, такой есть он, очень классный военный эксперт, не публично, то есть его знают по имени и имени, никто не уверен, что они настоящие. Но я с ним дружу, переписываюсь, и вот он сказал, такой очень профессиональный, очень профессиональный, с очень крутым слогом, такой классный, классный. Вот он заметил очень важную вещь в одной из своих статей. И он сказал, что рано или поздно сейчас виноват кто? Лапин. Потом будет виноват Суровикин. Потом будут виноваты еще... Будут виноваты, виноваты. Но в конце концов, первые, кто догадается, кто на самом деле виноват, будут эти самые мобилизованные, сидящие без дела по полигонам, либо пачками увозимые с России. Ты видел, да, в Волгоград привезли 19 погибших за один день? Да, что-то такое. А куда-то там еще 26 и так далее. Вот они догадаются. Даже колода еще не успеет кончиться виноватых, но все поймут, что кто главный виноват. Путин. И общественное недовольство в результате подрыва общественного договора начнет медленно фокусироваться на главной фигуре. Это неизбежно. Первые мобилизованные члены их семей, особенно у погибших, а дальше все остальные. И их не перенаправишь. Никаких технологий информационных, пропагандистских, не существует. Для того, чтобы перенаправить этот гнев на кого-то другое. То есть, Путин, объявив мобилизацию, вступил на дорогу своей легитимации. Где легитимации? Полной, окончательной, без поворотов и без этих. Ну, вот и все. И это все эти бунты, они сегодня отпинали командировщим на полка, а завтра они соберезают, кто на самом деле виноват. Ну, это так и должно бы по классике происходить. Как будет на самом деле, мы, конечно, посмотрим. Мы 46 сегодня минут в эфире, 363 тысячи нас смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. Ну, у меня просьба к вам, дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Особенно те, кто нас смотрит из России, не поскупитесь, не пожалейте усилий, пожалуйста, ссылки на этот эфир посылайте в мессенджер, в соцсетях, может, мобилизованном, кстати, пусть посмотрят, послушают. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф. Нам чуть-чуть остается до 2 миллионов, мы сейчас приближаемся к 1 миллиону 950 тысячам подписчиков, чем больше смотрят, больше получают уведомления, ну, и так далее, и так далее. Больше подписываться. Ну, и канал Алексея Арестовича тоже, конечно же, подписывайтесь по ссылке на... Да, у меня ничего не растет, и мне и так хорошо, спасибо. Ну, что сказать? Погоди, погоди, не торопись. Ты моргай. Вот. Я ответил вас, по-девому. Да, завтра мы что, как? Пропускаем, правильно? Нет, завтра пропускаем, воскресенье, там, традиционное. Все, да, ну, святое дело. Поедание путинских младенцев, да. А, да-да-да-да-да-да. Вот, встречаемся в понедельник в 22 часа по киевскому времени, в 23 по Москве, наверняка будут масса новостей, а завтра у нас будет эфир с Геннадием Гудковым на моем канале. Обсудим, в том числе, итоги, предварительные промежуточные итоги съезда депутатов в Польше, ну, и многие другие вопросы. Так что не пропустите. Алексей, до понедельника. Всем пока.